наша задача за следующую пятилетку уйти с этих диких фирм надо строить комплексы не такие конечно дворцы а надо строить технологичные комплексы дешевые надо вернуться к цене нам надо определиться сколько будет стоить комп сегодня необходимо есть тоже это не секрет отток рабочих кадров отток населения да то есть и тренд или такой месседж всегда президента необходимо поддерживать деревню то есть кадры решают все до такое классическое понимание поэтому работа особенно молодежи в каких-то старых условиях да мы знаем видим то сказать и по телевизору в том числе по новостейным каналам показали условия которые неприемлемы не только для людей даже для животных поэтому создание высокотехнологических комплексов это как один из элементов создания достойных рабочих мест это вот один аспект то есть к такой социальный я бы сказал 2 это экономические с экономической точки зрения большие комплексы они более производительны и опять-таки приведу пример да то есть каких-то больших может быть не животноводческих и таких даже сельскохозяйственных да больше на зерновые так сказать уклон с этой точки зрения ну комплекс он кстати многие мясомолочные комплексы они наделены и земельными участками до чтобы тоже в одном хозяйстве делать такой комплексный подход с этой точки зрения есть такой единый показатель для экономистов это маржинальность до рентабельность вот тоже по белорусской по белоруссии по белорусской статистике да то есть это не секрет в общем то в общем то рентабельность таких комплексов малых комплексов да то есть там где сотни несколько сотен до сотни даже голов скота где-то составляет порядка но до 10 процентов рентабельность в тоже даже даже меньше но я не буду тут уже огульно как-то судить в то же время большие комплексы достигают рентабельность более порядка 25 процентов поэтому от маржинальность даже тоже является одним из факторов с другой точки зрения конечно вот увлечение какими-то дворцами как образно как всегда говорит глава государства это будет неправильно да то есть все таки любые деньги надо отбивать да надо поддерживать сельское хозяйство разными методами да в том числе и механизированы средствами кредитными ресурсами но необходимо понимать что это вот кормушка да она таскать кошелек не бездонный с этой точки зрения меня может быть немножко не то что насторожили но задают сам себе я задал вопрос следующие да вот эта тема обсуждалась она и до этого большого селекторного совещания глава государства посещал такие комплексы и звучали разные цифры с точки зрения стоимости стоимость вот этого комплекса на несколько тысяч голов с одной стороны там звучали порядка где-то 20 миллионов один комплекс были такие варианты но вот когда эту тему обсуждали с мэром города минска да то есть там прозвучала цифра которую ну по крайней мере я сам себе как у меня первое образование инженерное тоже был руководитель разного проекта поэтому я очень трепетно отношусь цифрам но затратным цифра давить к всему комплексу прозвучала такая цифра с одной стороны может показаться это позитивом что в проектной документации было заложено 12 миллионов а в итоге с точки зрения экономии что-то отрезали что-то сократили получилось 8 миллионов да то есть 8 миллионов приемлемая цифра но по крайней мере с точки зрения цели и задачи что собой представляет комплекс но у меня возникает вопрос такой как уже как инженер даже но как экономист то же самое что это такая за проектная документация которая буквально за год за полгода срок был 18 месяцев сделали за 12 месяцев сократили стоимость 12 миллионов до 8 миллионов поэтому возникает вопрос может быть не стоит вот такую перетрубацию делать да то есть на х на ходу да как бы правило большие сложные инженерные сооружения они делаются ну как бы так сказать прогнозируемо да с точки зрения особенно в том числе для банков тоже это же кредитные ресурсы по большому счету поэтому мне кажется вот есть тоже определенный резерв это с точки зрения проектирования этих комплексов да или действительно тоже звучало несколько в другом контексте у главы государства что необходимо консолидировать разные таскать субъекты хозяйственные и закупочную то есть в отношении закупок делать с одного источника да то есть больше заказ можно более подорговаться может быть все-таки необходимо какие-то типовые проектные решения об этом тоже говорил по моему глава государства не первый год но вот мы видим что в одной области одни так сказать проект одни цены в другом другие да я понимаю что в разных областях есть своя специфика это тоже однозначно с точки зрения даже кормовой базы но в принципе наверное это тоже может быть вариации модификации и опять таки с точки зрения масштабности в любых проектах это позволяет делать достаточно существенную экономию но тут по крайней мере с этого посыла глава государства я делал бы такие выводы то есть еще раз я повторюсь первый да действительно эта жизнь эта экономика показывает что будущее за крупными так сказать комплексами другое дело крупный комплекс высокотехнологический комплекс он подразумевает в том числе существенные затраты по крайней мере по отношению каким-то таким легким летним фермам и с этой точки зрения есть варианты есть резервы для экономии лучше всего представить мировой общественности лукашенко да и путина или путина потом и лукашенко некими варварами которые воруют детей людей и едят их начали обвинять сначала президента путина о том что дети перемещались из донбасса к примеру в российскую федерацию но мы и вы видели что это дети из районов боевых действий перемещались ради спасения и даже с родителями некоторые прежде всего мы должны учитывать что в 21 веке характер межгосударственного противоборства характер межгосударственного конфликта существенно изменился мы привыкли воспринимать конфликт через опыт великой отечественной войны ну другими словами сражений 20 века в 21 веке ситуация серьезно усложнилась традиционная война классическое противостояние с пушками танками дополнена экономическим противостоянием санкционной политикой причем могу даже сразу сказать что экономическое противоборство это главное поле боя а третье очень важная компонент современной гибридной войны это информационная или психологическая война эта война преследует цели смутить противника посеять у него сомнения в правильности его действий привить мысль о неизбежном поражении и вот эта демонизация лидеров белоруссии россии это по сути дела вот конкретный очень яркий пример такого рода психологической войны для чего это делается когда целью становятся лидеры государства ну прежде всего нужно отметить что запад питает достаточно странную иллюзию что такого рода пропаганда приведет какому-то военному перевороту к изменению государственного строя в россии или в белоруссии мне кажется они питают эти иллюзии просто потому что абсолютно не понимают менталитет наших народов в наших странах внешняя угроза всего всегда приводила к сплочению народа и лидеров другого никогда не было в историческом периоде тем не менее это так и более того этому есть многочисленное подтверждение у меня была беседа с одним из западных дипломатов который разгорячившись в процессе в процессе разговора сказал я вам даю слово что концу этого года текущего 23 путина во власти в россии не будет это было еще в марте-апреле если мне не изменяет память после этого уже произошли пригожинский марш на москву я беру это выражение в кавычки поскольку это явно был не военный переворот а нечто другое которое было предназначено для решения каких-то других задач поэтому я думаю что это вот именно эта часть причем в современной психологической войне надо понимать одну важную вещь факты реальная ситуация не имеет никакого значения главное создать нарратив и начать его транслировать это нарратив который может быть полностью лживый как вот в данном конкретном случае но он работает на то чтобы смутить умы людей ну и второй момент который мы должны обязательно учитывать этот нарратив адресован даже не нашему обществу и не российскому обществу это нарратив это способ управлять настроениями собственных граждан для того чтобы оправдать военную поддержку украинского режима для того чтобы оправдать агрессивные действия государства коллективного запада членов нато за пределами их зоны ответственности нужно вот такая картинка борьба добра со злом это просто-напросто инструмент обмана собственных граждан собственных собственного населения и это используется но здесь есть еще один очень серьезный негативный момент который мы тоже должны учитывать когда они начинают демонизировать и лидеров государств и наше государство в целом они превращают этот конфликт в тотальную войну конфликт становится онтологическим это означает что примирение между двумя сторонами невозможно закончится конфликт может только победой одной из сторон потому что никто не договаривается между абсолютным добром и абсолютным злом правильно а если это так то по сути дела запад намеренно осознанно загоняет ситуацию в режим тотальной войны постоянно подымая ставки постоянно нагнетая на эту напряженность по сути дела это очень четко показывает что именно страны коллективного запада являются как поджигателями так и инициаторами обострения этого конфликта проведена очень большая работа по подготовке урожая люди понимают что нам надо сегодня мобилизоваться от этого зависит наше будущее вот видите сегодня по объективным причинам действительно мы не добираем какой-то урожай и министр поднимается и вот а у нас в резерве миллион тонн зерна тоже чего я вот вас всегда требовал пусть будет резерв и сегодня нет проблем этот недобор мы перекрываем спокойно из своих резервов плюс видим дешевое зерно надо его закупить это не случайно и не так сказать вдруг с бухты барахты оказалось то миллион тонн таскать в каком-то резерве это государственная таскать программа государственная стратегия по сохранению продовольствия безопасно на вписываться в доктрину продовольственной безопасности который существует до 2030 года кстати тоже ситуация я бы отметил такой факт что доктрина как таковая была утверждена главой государства 2017 году то еще тогда и засухи сильных таких не было не было вот это ситуация с украиной так далее то подобное то есть это планомерная системная работа поэтому с этой точки зрения конечно вот создание резервно фонда миллион тонн да ну там немножко меньше честно говоря это опять таки это это стратегия это стратегии в этом нет ничего таскать неожиданного этой надо это действовать с точки зрения может быть не добрали добрали зерна да ну да действительно добрали но не добрали это не потому что тут бог так так повелел или так где-то не доработали аграрии упаси бог да это не совершенно не так мы видим сегодня катаклизмы природные катаклизмы и более того тут надо тоже подходить немножко к системным вот иногда мы сравним урожайность допустим с прибалтикой да сравним с европой соединенных штат америки там бразилии там новой зеландии да действительно по отношению к этим странам урожайность культуры беларуси почти в полтора-два раза ниже но по разным культурам это но это не потому что наши аграрии работают хуже потому что у нас порядка 70 процентов земель которые приспособлены для которых выращивается вот эта культура разная культура она находится в зоне рискованного земледелия если сравнивать вот этот показатель допустим соединенных штатах америки а мы знаем что там то есть есть целые штаты которые специализируются то там вот в зоне рискованного земледелия где-то порядка десяти процентов 70 процентов благоприятное условие в том числе не только земля не только золь на себя в том числе и природная да то есть влажность и т.д и т.п у нас цифры диаметрально противоположная это очень высокие это надо понимать что мы сегодня сельское хозяйство поддержим в зоне рискованное земледелие это один фактор второй это такое геотермальные то сегодня вот пояс да то есть разные пояса широта она смещается к северу и вот эти сравнивать с 80 годом то у нас вот эта широта которая так сказать температура раньше было где-то в центральных в северных частях украины а украина это все-таки такое благоприятное для сельского хозяйства регион у нас сместилась порядка на 150 километров 150 даже 200 километров то есть фактически та культура то то производство сельскохозяйственное производство а это тянет за собой и промышленное производство да то есть переработка тоже очень существенный фактор у нас сместилась севернее и с этой точки зрения вот засуха она к сожалению является прогнозируем поэтому вынужден об этом говорил глава государства перестраиваться аграрии в том числе аграрии буквально по ходу начиная может быть с селекции зерна да то есть выращивания меняя какую-то так сказать регулярность или этапность посева есть такое понятие азимы и яровые да я не специалист но волей-неволей так сказать все-таки углубляешься в этой тематике поэтому в принципе вот этот акцент который делал глава государства это такая уже даже не стратегическая тактическая задача на которую надо решать здесь сегодня но вот я говорил о том что и хотелось бы все-таки отметить такую тему как продовольственной безопасности с этой точки зрения вот недавно в этом году было принято утверждена глава государства национальная очередная последняя крайняя стратегия национальной безопасности там прописаны ключевые таки индикативные показатели с этой точки зрения в беларуси дай бог слава богу все идет очень нормально да у нас и по молочную продукцию если и растительной и другим видам продукции мы конечно превратились небольшая страна таки с зоной рискованно и рискованно земледелие фактически в чистого экспортера продуктов питания то есть сумма экспорта так для справки прошлом году составила порядка 8 и три десяток миллиарда долларов сша в этом если получится по крайней мере так прогнозируется достиг цифру порядка 9 миллиардов но задача санкционной политики как мы говорим зацком немножко так сказать усложнилась дай бог чтобы мы на этой цифры сохранились но это моя субъективная точка зрения но если рассматривать эту тематику с на глобальном уровне то ситуация становится практически трагично но я приведу тоже несколько цифр если брать все население земли то порядка половины находится в зоне определенного риска с точки зрения с точки зрения недоедания 20 процентов системно недоедают населения земли 30 процентов периодически регулярно недоедают мы все понимаем что это конечно не европейская не американская территория там северная территория северная америка это вот беднейшая территории азии африки особенно африки и с этой точки зрения вот та свистопляска или того канале который наблюдаем сегодня зерновой так называем зерновой сделкой она вот выявила эти все то сказать все это может быть как тут сказать даже неоднозначность это мягкое слово да вот западных так сказать кукловодов по отношению к этим беднейшим странам то есть мы видим да действительно украина сегодня которая является экспортером зерна до сегодня россия пошла им навстречу зерновой сделки но если посмотреть кому куда это зерно поставлено вот недавно владимир путин говорит на саммите россия африка конечно пять процентов беднейшие страны удручают да вот даже на крови а это буквальном смысле на крови западные кукловоды это таскать решают поэтому с этой точки зрения вот стратегия белоруссии на создание самодостаточной может быть где-то даже датируемой отрасли которая обеспечивает безопасность населения безопасность в том числе региона а надо понимать что нас основной экспортер импортер точнее российской федерации да то есть это является но как бы уже такой на геополитический уровень ходит поэтому закупить там полмиллиона в принципе вот расчеты показывают что закупить полмиллиона более там скажу это тоже не является каким-то ох трагедии то есть с точки зрения что закупить мы же закупаем не ячмень не закупаем не таскать какие-то другие кормовые или мягкие сорта пшеницы там рожь и так далее а твердая сорта то есть твердая сорта это зависит не только от семенного фонда а в том числе как я говорил от условий условия возрастания условия так сказать условия посева и так далее это подобно поэтому с этой точки зрения это не трагедия особенно сейчас когда вот идет до сих пор но такой демпинг своеобразный политический демпинг на зерном рынке с учетом дружных отношений с российской федерации я думаю что этот вопрос является ну просто рациональным да и трагедии с этого я бы абсолютно не строим убийственный факт вам приведу валерий коль вы вытянули на этот разговор меня по земле мы ядерные боеголовки не перемещать поэтому никому не мешали переместили так что не не вы в штатах ними 6 не в германии где это и не заметили такой был замысел на своей территории мы обладаем полным контролем и полнотой власти это значит что делать все что вы они захотели на нашей территории невозможно и собственно говоря вы видите это воочию но мне кажется здесь важен другой аспект и президент тоже об этом говорил вокруг беларуси на границах беларуси создается искусственным образом зона повышенного военного напряжения в военной ситуации и вам скажет это любой военный эксперт не существует понятия доверяю не доверяю верю не верю безопасность эта формула когда оборонный и наступательные потенциалы каждой страны уравновешены мы имели такого рода безопасность когда подписывался договор об обычных воружениях европе и который к сожалению в настоящему времени западными странами так и не был ратифицирован и не исполняется мы видим также что по нашим границам формируется я бы сказал наступательная ударная группировка из стран членов нато которая насчитывают уже сегодня порядка семидесяти тысяч военнослужащих причем они вооружены наступательными средствами вооружений танками самоходными артиллерийскими установками и так далее мы обязаны противопоставить этой группировке дать соответствующий ответ мы не можем не реагировать на эти угрозы мы обязаны обеспечить безопасность собственной страны и собственных граждан это значит что мы должны дать адекватный угрозе ответ он не обязательно должен быть симметричным но он в обязательном порядке должен включать себя такой компонент как нанесение непоправимого ущерба любой атакующей нас силе вот этот непоправимый ущерб и решается через размещение тактического ядерного оружия на нашей территории по сути дела мы свели на нет все усилия нато по наращиванию военного противостояния в нашем регионе это главный и важный факт мы не пытаемся тягаться с этим блоком дело все в том что государство на ты тратят на вооружение более одного триллиона долларов сравните это с нашим военным бюджетом 500 миллионов долларов или с бюджетом даже российской федерации где-то около 80 миллиардов долларов то есть это цифры не сопоставимые тем не менее ядерный потенциал дает нам возможность обеспечить стратегическую неуязвимость наших территорий плюс наши союзные инициативы союзная оборонная политика в рамках союза беларуси и россии позволяет нам выровнять вот это различие военных потенциалов между нашими странами ну и не будем забывать что ядерное оружие в западной европе присутствует и присутствует уже десятилетия во франции нидерландах германии размещено около 150 американских ядерных боеголовок и это не считая вооружение франции и великобритании таким образом мы просто-напросто выравниваем стратегический паритет и делаем нападение на территорию республики беларусь невозможным либо не целесообразным вот это и есть наше ответное решение ну да созревание неплохое вот плодородные земли здесь возле дороги слабая а вот вот клевер вот это уже нормальные посевы ими здесь нельзя применять потому что мы погубим клевиум он сейчас вырастет догонит вот это вот навес покровную культуру где-то горох а потом это все вместе в августе конца августа скосят и в рулоны или усинашим это будет корм а на следующий год здесь вырастет только клевер глава государства он привык но тоже это наша особенность белорусская контролировать да и на себе по большому счету проверять это поэтому этот свой свой своеобразный разделяя и властвуй в хорошем смысле да вот этот подход кстати он не только касается сельского хозяйства и машиностроительной техники тоже на полях у президента работает трактор беларусь тоже там идет проверка его так сказать работоспособности то есть там же используется и тестировать президента легковые автомобили да мы помним как он залазил и ездил на белазе да это принцип стиле работы главы государства поэтому с этой точки зрения наука опытные участки опытная база академии наук и контроль на себе буквальном смысле на своем так сказать может быть не исключаю даже здоровье хотя совершенно другая система до контроля таскать продовольственной безопасности главы государства это нормально да это свойственно республике беларусь другое дело что как эта система должна работать и вот может мало известный факт но я тоже его озвучу так как я тоже достаточно долгое время работал в академии науки присутствовал естественно селекторах и в курсе был то сказать проблемных вопросов если говорим о 80-х 90-х годах но скорее 90-х годах да то есть когда произошел развал системы да то есть плановой системы то есть селекция то есть те которые выращивали то сказать зерно фактически 80 процентов было импортное импортное звено завозили садили таскать потом она год-два таскать и свои ресурсы исчерпала то вот за последние десятилетия два десятилетия академии наук фактически сделала такой не ребрендинг да заменила совершенно на новый семенной фон там и говорили о том что сегодня и смещаются и изменились условия выращивания в том числе зерна 80 процентов семенного фонда это отечественный фонд это касается и очменя и твердых сортов и мы говорим что они должны быть специфика таскать несколько и картофеля и так далее то подобное поэтому вот этот подход да то есть акцент на новые семенные это сказать проекты он является объективно необходимым да мы видим сегодня особенно в условиях санкций на какие но буквально может быть хочется сказать античеловечные да то есть ну по крайней близко к этому шаги идет своих санкционной политики западной страны это касается медикаментов мы видим и продуктов питания и так дальнего лишь бы побольнее ударить лишь бы вызвать возмущение да там действующей власти руководством и россии и белоруссии поэтому надеяться надо на импортозамещение на технологический суверенитет и это касается не только электроники машестроения авиастроения в том числе и продуктов питания с точки зрения азима и яровы и опять-таки мы эту тему уже обсуждали это изменение климатических условий да действительно рискованная зона земледелия сегодня то у нас засуха то дожди вот по этому году мы видим поэтому действительно вот если распределить пассивную и уборочную кампанию по времени азимы они убираются немножко раньше чем яровые да там осенью а тут летом даже в августе в июле можно некоторые убирать то принципе это является ответом на современное существующие реалии страны соседи наращивают военные бюджеты закупают наступательное вооружение для своих армий увеличивают состав войск нато на своих территориях проводят бесконечное учение у наших границ арсенал средств вмешательства под надуманными предлогами во внутренние дела нашей страны расширяется ну когда мы говорим о безопасности и когда мы говорим о суверенитете национальном суверенитете мы прежде всего конечно же должны учитывать вопросы безопасности не в узком военном а также еще и в широком смысле поскольку да с одной стороны сталкиваются на поле боя военные потенциалы но сегодня суверенитет государства обеспечивается целым рядом показателей и практически все они учтены в новой редакции концепции национальной безопасности я бы здесь выделил например такие моменты как энергетическая безопасность продовольственная безопасность наличие у государства собственного образовательного комплекса который способен готовить квалифицированные кадры самостоятельно без вмешательства извне научный комплекс и крайне важно в этой ситуации отметить экономическую безопасность экономическую и технологическую безопасность нам по сути дела сейчас нужно восстановить целые новые отрасли экономики которые мы утеряли в период глобализации надо восстанавливать приборостроение станкостроение компьютерную промышленность производство чипов микроэлектроники и так далее и тому подобное причем делать это нужно не только для республики беларусь делать мы должны это в формате региона как минимум формате союзного государства беларуси и россии это позволит нам обеспечить собственную технологическую безопасность поскольку мы на своей территории должны производить все виды продукции которые имеют принципиальную значимость для жизнедеятельности наших государств и наших обществ если мы это обеспечим мы будем самодостаточны мы тогда будем полностью контролировать свой собственный суверенитет когда президент говорит о укреплении безопасности он всегда подразумевает что суверенитет это величина изменяющая величина динамическая которая меняется в зависимости от внешних обстоятельств но в любом случае мы предпринимаем усилия которые направлены на его укрепление в том числе и в долгосрочный период не зря сегодня идет речь на многих заседаниях союзного совмина о новой индустриализации и собственно говоря это уже дает свой результат если посмотреть на статистику мы видим что воловой внутренний продукт беларуси растет не так быстро но если взять об обрабатывающие отрасли сферы промышленности ключевые белорусские предприятия какие такие как масс тракторный завод интеграл то мы видим там рост пять восемь десять процентов и это динамика которая имеет устойчивый характер поэтому на суверенитет и на безопасность мы в этих условиях всегда вынуждены будем смотреть комплексно что мы собственно говоря и делаем не надо давить что вот президент и говорит об озимом яшмине давайте будем возделывать как когда-то никита сергеевич требовал возделывать кукурузу хотя никита сергеевич был прав даже у нас в беларуси возьмите этот год если бы не было кукурузы нам было бы очень тяжело но при всей засухе кукуруза на всех полях дает хороший результат поэтому не надо сегодня кидать кукурузными початками в сторону человека которого уже к сожалению нет и который оказался прав это реакция своеобразная реакция управленческая реакция в том числе на погодные условия на политические условия так сказать на с точки зрения деферрикации самого комплекса всего жизненного цикла и изделия в данном случае мы говорим семена семена и выращивание так сказать культур семенных с точки зрения рапса эта история немножко другая то есть она началась тоже не в этом году она началась еще по моему в четырнадцатом пятнадцатом году глава государства обратил внимание именно на рапс как культуру масло содержащую масло добывающее и более того я вам звучит такую цифру сегодня переработкой масла да уже это сказать рапса масло занимаются порядка по моему 40 или 60 предприятий да это сложная культура да то есть и действительно она ну фактически как пыль до семена пыли но именно как конечный продукт с рапса да с точки зрения масла он является не только продуктом питания он является технологическим да то есть можно дизель даже специально дизельное топливо делать можно использовать строительстве в медицине и так далее то подобное другое дело что это сложная товарная продукция и и необходимо не только вырастить его необходимо переработать но то опять таки да там невысокая маржинальность относительно невысоком маржинальность да но то насколько востребовано на мировом рынке вот в китайский народную республику недавно стали поставки поставки страны в том числе российской федерации в том числе там казахстан да то есть принципе рапсовое масло оно где-то используется на уровне не как бытовое подсолнечное мы используем сливочное а даже с точки зрения лечебных свойств да кстати об этом говорил это же александр лукашенко что даже у себя в кухне при приготовке еды он использует вот рапса масло регулярно поэтому я думаю что за ним будущее но опять-таки это касается в целом сельхозпроизводства необходимо налаживать культуру культуру потому что потери рапса урожая они немножко выше чем простой зерновой да поэтому тут экономика маржинально стоит но не на последнем по крайней мере месте может быть не следовало было говорить ну скажу что нас начали напрягать вагнеровцы просится на запад разрешите нам я говорю вам зачем на запад туда ну и и втихую мы же контролируем что происходит ну сходим на экскурсию варшаву и жежу а жежу для них неприемлемо когда они воевали под артемовском они же знают откуда шла военная техника и у них вот это внутри сидит жежу это беда конечно я держу их в центре как договорились беларусь не хотелось бы туда их передислоцировать потому что у них настроение плохие и надо отдать должное они знают что происходит вокруг союзного государства слова президента выглядит как шутка или даже как троллинг западных контр партнеров но я убежден что за ними скрывается несколько очень важных стратегических соображений проблема заключается в том что мы в любом случае имеем дело с весьма и весьма агрессивной цивилизацией западная цивилизация построена по принципу корсарского сообщества они привыкли обеспечивать собственное благополучие за счет ограбления других народов это происходит разными путями и это происходит уже не одно столетие эпоха географических открытий закончила созданием мощнейших колониальных империй было уничтожено почти 90 процентов этнического населения северной америки был организован голод и покорение индии 30 процентов населения китая стало наркозависимыми это все элементы вот такого рода действий и сегодня мы не можем поверить в то что нато это оборонительный блок давайте посмотрим в глаза в реальным фактом участие нато в бомбежках югославии ливии интервенция враг оккупация афганистана все эти случаи были организованы под надуманными предлогами и выходили явно за любые пределы какой-либо оборонной политики это было явно агрессивное наступательное действие мы не можем игнорировать эти факты и на мой взгляд вот эта агрессивная политика она продиктована слабостью экономической позиции западного блока им по-прежнему необходимо обеспечивать приток внешних ресурсов через ограбление периферии они делают это все им делать это все сложнее и сложнее они начали спровоцировали войну на украине в расчете на быстрый распад россии и и вот у них здесь ничего не получилось первая и главная ставка которую они делали это на введение санкций с тем чтобы вызвать разрушение экономики россии смену власти и в конечном итоге расчленение россии на несколько государств и опять ограбление природных ресурсов это не получилось в очередной раз они надеялись на блицкрик и в очередной раз все пошло прахом если взять военные составляющие то известный украинский контрнаступ не привел никаким результатом получается что в реальную войну они начинают проигрывать но они обладают еще очень серьезным объемом ресурсов и они не хотели бы эту войну проиграть точнее они не могут себе это позволить поскольку это приведет к серьезным экономическим последствиям и для финансово корпоративной олигархии возможен весьма и весьма печальный итог финансовый кризис крах и потеря как минимум 50 процентов финансовых и материальных ресурсов которые они сегодня контролируют следовательно нужно искать какие-то еще возможности скажем начать полномасштабную войну нато против россии они не осмеливаются и не могут почему потому что в случае такой войны они теряют гораздо больше следовательно пытаются выстраивать какие-то другие планы а что если бросить в котел войны польшу причем сделать это в обход 5 статьи устава нато то есть польша самостоятельно начинает агрессивное действие против белоруссии или вводит войска на украину и в этом случае нато просто обеспечивает их военной техникой гибнуть будут поляки также как погибнуть сейчас украинцы а нато вроде бы как ни при чем я думаю что это реально угроза и мы не можем не принимать эту угрозу во внимание отсюда появление ядерного оружия отсюда появление вагнера здесь есть еще несколько факторов почему мы указываем на это почему об этом говорит президент он посылает четкий сигнал мы видим эту угрозу мы понимаем ее и нам есть чем ответить мы уверены в том что мы с ней справимся то есть это опять-таки реализация принципа разумного противодействия нанеси его возможность нанесения противнику адекватного ущерба отсюда происходит это еще и по двум факторам дело все в том что реальный боевой опыт сейчас накоплен и вагнером и российской армии и этого реального боевого опыта нету большинства стран нато есть немного у американцев но даже они в любом случае воевали против армии которые были на несколько уровней ниже и по оснащенности и по моральному фактору и по многим другим показателям то есть гол когда президент говорит об этом он говорит о том что лучше не начинайте в конечном итоге здесь хочется также вспомнить слова александра невского который говорил о том что тот кто к нам с мечом придет тот от меча и погибнет я думаю что именно этот смысл вкладывается вот в эти слова президент тебе конфеты поручалось сделать прежде чем проступить сделать их или нет чтобы люди понимали что у нас сухого молока обезжиренного море в китае мы подсмотрели их технологии производства разного рода кондитерских изделий в данном случае конфет вообще без сахара и сухого молока можно добавлять туда какие-то растительные добавки особенно для детей честно говоря когда николай привез мне их из китая я попробовал там сам конечно это не для меня но дети маленькие дети с величайшим удовольствием употребляют это лакомство почему мы не можем делать это и продавать и главное своих людей обеспечить ну действительно идея или вот тот проект который был озвучен на на последней встрече с леонидом зайцем до 20 примером белорусским но он такой вызвал но может быть реакцию достаточно интересную я бы тоже разделил бы этот вопрос с точки зрения технологии производства как таковой и с точки зрения может быть более стратегии то есть если начнем со стратегии то опять-таки деферсификация белорусской промышленности белорусской продуктов сельское хозяйство это данность да сегодня мы видим даже порядка 70 там 80 процентов продуктов питания идет российской федерации в российской федерации есть своя собственная стратегия мы видим что за последние года когда антисанкционная противосанкционно до началось противостояние с западом сегодня россия на ну показала всему миру и себе в первую очередь что может быть самодостаточной поэтому надо понимать что рано или поздно россия выйдет на самодостаточный уровень и тоже таскать нам думать на деферсификации поэтому разнообразие в номенклатуре это является хорошо да вот такой принцип ну и с точки зрения может экзотики да то есть точки зрения внутреннего рынка тоже это интересно другое дело что эта продукция она достаточно необычна да вот мы говорим конфеты два слова и сухое молоко сухое молоко является одним x экспортно ориентированным достаточно таким большом объеме то есть в топ-5 ходим мы не только экспортных продуктов всего белорусская да то есть а в том числе мы входим даже в топ-5 по обезжиренную молоку в рейтинга мировом рейтинге да то есть с этой точки зрения то есть это продукция которая ликвидная вот это тоже надо понимать если она продается значит мы должны ее продавать в каком-то другом виде с большей маржинальностью чем мы продаем сейчас конечно это процесс это не знаю что сегодня назад поэтому с этой точки зрения необходимо подходить но с позиции маркетинга вот кстати об этом вице-премьер и говорил он говорит да александр югоч будет вот в этом году сейчас мы выпустили опытную установочную партию мне кажется так более корректно называть надо понимать что это установочная партия выпущена на предприятиях биофармации это медицинское производство то есть поэтому они имеют такую достаточно легальную форму в виде аскорбиновых таблеток да то есть но конфеты и таблетки они как-то так сказать немножко другой да другой сред конфеты если на детей они должны иметь привлекательный вид поэтому с этой точки зрения я еще раз повторюсь это не является каким-то ноу-хау моим да или таким может быть менторским об этом тоже говорил тот же вице-премьер да необходимо включить такой маркетинговый подход вот я будучи много лет председателем государственной комиссии на кафедре маркетинга в наркозе часто задавал задают но сейчас уже я отошел от этого дела студентам выпускникам вопрос чем отличается сбыт от маркетинга да то есть кстати ответы но меня удручали да я вот из года в год там порядка десяти лет я был при цели гэка и наверное же можно спросить председатель гэка этот вопрос дает регулярно почему вы ответ таскать не тот который он хочет услышать даете но это другая история так я вот скажу сбыт ну по крайней мере есть много много определений то определение которое нравится мне мне кажется она наиболее точно отвечает позиции маркетинг сбыт сбыт это продажа продукции которая произведена вот есть продукция и и произвели ее надо продать маркетинг это производство продукции которая будет продаваться слова те же самые но смысл другой поэтому если мы подходим вот к этим конфетам то есть необходимо проработать рецептуру необходимо проработать внешний вид необходимо проработать потребителей сделать сегмент, необходимо проработать, и это является ключевым вопросом. А сколько вообще прогноз, и они будут продаваться, на каких рынках? Если мы говорим о азиатских рынках, там своя специфика, там Иран или еще так. То есть африканские тоже специфика, то есть это дети, взрослые. И опять-таки, если слово конфеты, то надо четко понимать, что они должны быть, нельзя на детях строить эксперименты. Они должны быть сертифицированы, пройти соответствующую экспертизу или лабораторные испытания Министерства здравоохранения. Поэтому с этой точки зрения, вот попытка, все мы через месяц-два начнем серийно производить. Это не та история. Поэтому да, проект интересен, даже с точки зрения, как проект, да, то есть это действительно интересно. Другое дело, необходимо позиционировать, кто будет покупать эту продукцию, в каких регионах, какой внешний вид и в каких объемах. Исходя из этого, исходя из вот этой, так сказать, цепочки потенциальной выгоды, необходимо просчитывать уже объем. Какую линию делать? На тысячи конфет, на миллион конфет, на десять тысяч конфет. Какие там должны быть упаковки? А эта упаковка тоже является существенным фактором, да? Поэтому с этой точки зрения вопрос очень интересный. Еще такой вопрос, это если сухое молоко, то упаковка, это не просто упаковка, это как устройство, ну, может быть, точнее, должно обеспечивать герметичность. Потому что сухое молоко, оно сухое до тех пор, пока оно сухое, да? Оно сохраняет свои свойства. Я вот как-то, ну, по крайней мере, до санкционной политики иногда ездил в Таиланд отдыхать. Я вот помню, как часто сказать, да, действительно, я видел вот эти конфеты. Они в такой стеклянной баночке небольшой упаковке. И, в принципе, они были срок хранения, я там посмотрел, довезу я до Минска, не довезу. По-моему, год был. Поэтому с этой точки зрения это вопрос, необходимо все гастировать и все это сохранять безопасность. Поэтому проект интересный, но, еще раз говорю, спешка тут абсолютно ни к чему, да? Необходимо вот в классическом понимании, я об этом уже сказал, с точки зрения маркетинга стратегии подойти к этой продукции. Кстати, надо подходить с этой стратегией, с этим подходом практически ко всей продукции, не только вот конфеты с сухого молока. Никто же не требует ничего лишнего. Ты руководишь холдингом «Лифтмаш», ну, не отвечай за него. Вот за завод, за людей. И вот каждый, каждый, вот свое место. В то же время сварщик, монтажники, прочие ребята там, бухгалтера, экономисты. Вы на своем месте, дайте свой результат. Но дисциплина, чтобы была. Потому что отсутствие дисциплины – это провал. Провал – это война. Все начинается с экономики. Экономические отношения и вообще эффективность экономики сегодня выходит на первый план. Дело все в том, что этот вопрос прямо смыкается с возможностью обеспечить собственный суверенитет. Если наша экономика будет эффективна, если мы сумеем заработать или произвести достаточно ресурсов, чтобы обеспечить наши потребности, мы сумеем обеспечить свой суверенитет. И здесь ключевое слово – эффективность. Эффективность использования ресурсов, эффективность получения конечной прибыли или выгоды. Можно трактовать по-разному. И это, на мой взгляд, болевая точка. Точка уязвимости, о которой постоянно думает и говорит президент. Он видит эту проблему. Мы можем рассмотреть его в нескольких ракурсах. Вот обратите внимание, на протяжении многих лет мы говорим о том, что Беларусь – самая открытая экономика мира. Более 60% того, что мы производим, мы экспортируем вовне. Но если мы оказываемся в ситуации торговых войн, экономических войн, введения санкций, блокировки финансовой системы, то является ли это уже преимуществом или это становится уязвимостью? Мы обязаны купировать эти риски. О чем это говорит? О том, что мы должны не сколько думать о наращивании экспорта в контексте производить как можно больше и продавать по всему миру. А мы должны думать о наращивании экспорта и углублении кооперационных связей с нашими стратегическими партнерами. Россией, странами СНГ, либо странами дальней дуги, странами глобального юга, с которыми у нас не возникнут политические конфликты, которые никогда не будут торговлю обуславливать какими-то политическими требованиями. Это достаточно серьезная группа стран, я могу здесь упомянуть и Китай, и Индию, и Вьетнам, Индонезию, Иран, Турцию. То есть рынок большой, но мы должны закрепиться на этом рынке, мы должны углубить свое присутствие на этом рынке для того, чтобы предоставлять товары не только их производителям, но и конечному потребителю. Это серьезная работа, о которой говорит президент. И она делается в ситуации, в которой нам нужно будет уже посмотреть и на то, как мы организуем модель управления. Модель управления крупными предприятиями, крупными компаниями. Есть такое понятие, как неопределенность. В экономической жизни любой директор вынужден действовать в условиях неопределенности. У нас есть культура, скажем так, работы в такого рода среде? Мне кажется, не совсем. Мы привыкли к тому, что любая деятельность должна регламентироваться, должны существовать инструкции, законы, рекомендации. А в хозяйственной деятельности, особенно в условиях регионализации, в условиях разрушения глобального мира, мы очень часто видим высокую степень неопределенности. Нужно принимать решение на уровне его компетенции, потому что это решение невозможно принять ни на уровне министра, ни уж тем более на уровне президента. Принимать решение должен здесь и сейчас конкретный директор. Об этом и говорит президент. Почему? Это плоская, более плоская модель управления. И это важно еще и по другой причине. Существует такая закономерность, которую видят многие институциональные экономисты. Уровень прибыли в стране примерно соответствует уровню хозяйственного риска, на котором могут позволить себе субъекты хозяйствования предприятия. То есть не бывает так, что отсутствие риска ведет к высоким прибылям. Это такая маловероятная ситуация. А это значит, что нам нужно учиться действовать в условиях неопределенности, в условиях риска и готовить к этому и наш менталитет, и наше восприятие, и наше законодательство. Простой вопрос. Где у нас встречается понятие меры, направленные на избежание риска? Достаточно они или недостаточно? Вот эти вещи описываются только в уголовном кодексе. Но мне кажется, этого недостаточно. Где административный кодекс? Административно-хозяйственный кодекс? Нам необходимо вырабатывать новые подходы и строить новую модель управления как экономикой, так и обществом, где полномочия, возможности будут делегироваться на уровне людей, принимающих решения на максимально низком возможном уровне. И, конечно, в этих условиях, если мы перейдем какую-то черту, перейдем в определенную грань здравого смысла, может возникнуть и бесхозяйственность, и злоупотребление. Вот именно поэтому президент и говорит о дисциплине. То есть мы должны четко понимать, что мы, делегируя полномочия, вместе с этим делегируем и ответственность за то, что необходимо обеспечивать планомерную, качественную работу предприятий. Но все это вместе будет способствовать повышению эффективности экономики и увеличению благосостояния нашего общества. Продолжение следует...